Радиоцентр Сангейтс 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 Поэтому надо быть очень осторожным, очень внимательным, культурным. Надо любить этого человека, не нарушать его покой. Надо сделать так, как говорится, заменить одни иллюзии с другими, одни ценности с другими, одно действие с другими. Нельзя просто отнять и ничего не дать. Так не бывает в природе. Поэтому надо потихонечку человека объяснить ему, чтобы он сам выбрал ту или иную, которая ему более приемлема для этого. И надо объяснить ему, что произойдет. Вот если возьмем, например, самое простое, можно сказать, даже это, может, лечение, может, не знаю, бросить курить или бросить пить. Но это вообще очень вредно для человека, потому что организм привык сопротивляться, а в какой-то момент бах-бух-бах, через 5 дней он не пьет. И что происходит? Человек нервный, запсихованный, сумасшедший, он становится вообще ненормальным. Потому что он учился, это курение, это некий ритуал, ритуал, который каждый день он делает. Если ему отнимают, то что он будет делать? Ну, он не может. Это же долгий период, полгода минимум. А будет тоже вот так. Обязательно сопротивляется. А если нечем сопротивляться, что тогда будет? Я сейчас задам страшный журналистский вопрос, вы меня слышите? Да, прекрасно. Да, скажите, вот ключевая фраза, которая сейчас прозвучала, надо человека любить. Вот, предположим, приехал к вам человек, о котором заранее известно, что он убил некоторое количество человек, но ему нужно исцелиться. Вот, приехал он с Донбасса, наемник, предположим, да, и у него проблемы со здоровьем, он пришел к вам, но вы заранее знаете изначально, что он убил некоторое количество людей, причем убил несправедливо. Вы будете его любить при этом? А что, можно справедливо убить? Я начинаю сначала. Я вообще отношусь очень проще, потому что все, что происходит, чтобы человек не сделал, это есть последствия. Если этот человек убил, то значит, он убил, потому что это является последствием, некие его мышления, некие видения, некие ситуации. И мне судить его за то, что он это сделал, я не имею права, потому что я не был в этой ситуации, не был в его шкуре. Мне легко судить, конечно, но зачем? Это его право жизни, он так решает, я не судья. Как и даже в Библии сказано, не суди и судим не будешь. Он пришел за нечто. Если он пришел ко мне, значит, он был осужден, значит, был освобожден, и значит, он уже свободный. Раз он пришел, он, видимо, что-то понял в жизни, и он пришел за помощью. Поэтому раз пришел, это я сделаю. А то, что сделал он, это не мне его, как говорится, судить. Конечно, у меня будет какой-то, может быть, по-человечески негатив какой-то внутренний, может быть, или все, где-то может быть, но я старался убить в себя всех вот этих моментов, когда оценивать человека, его прошлом. Я никогда не стараюсь это оценивать. Я хочу оценивать человека такой, как он сейчас пришел, как он является именно сейчас, на всю секунду, на всю момент. Это результат его жизни. Вот это, а то, что какие-то детали в его жизни, это уже его вещь. Я не хочу судить. То есть человек в каждый момент является разным, и не тем, кем он был, предположим, за какой-то момент до этого. Конечно, он разный. Он так думал, так понимал, так рассуждал. Может быть, мы же не знаем, почему он убил. Поэтому зачем судить его сейчас, и не судить. Раз его освободили, значит, должен что-то основание освобождать его. Я понял, спасибо. Тодор, у меня... Я в эфире, да? Меня слышно? Да-да-да, все. Тодор, у меня к вам такой вопрос. Вы, вот смотря битву экстрасенсов, кстати, на ТНТ начался новый сезон, 16-я битва экстрасенсов, и каждый с собой приносит какие-то предметы непонятные. Вот я смотрел буквально на днях, там человек взял, принес череп. Ну, у него спрашивают, зачем ты принес череп? Он говорит, вот череп, это там кто-то там содержится, короче, он мне помогает, я знаю, найти там чего-то такое, да, Юрик. Скажите, а у вас есть такие вот предметы, которые вы с собой носите куда-то, или когда вы помогаете человеку, или когда вы с ним общаетесь? Вот ритуальные такие предметы. У меня есть череп, вот мой череп. Тоже есть череп? А, ваш череп. Череп с мозгами, поэтому я другого черепа не мешу, зачем? Понятно. А кроме черепа у вас что-то еще есть с собой, с собой, которое вы приносите на битву экстрасенсов? Есть природные, поскольку я в Вселенной природы, и природа во мне, Вселенная во мне, мы единое тело, я использую материалы, которые природа нас надарила, которые есть вокруг. Я использую камни, потому что камни, это в них очень много химических элементов, это минералов очень много, и они влияют на человека, это все, что у нас есть, это тоже из минералов, тоже из нас. И они, когда соприкасаются из простого метода привлечения следоподобных, то получается, в любом случае камни влияют. Но почему вот дальше, если он кристалл, да, творный кристалл, почему он не в других пятнах, он привлекал именно тем молекул, который именно похож друг на друга. И получается он такой, как сказать, однородный. Тодор, я извиняюсь, если я на секунду перебью, это естественный кристалл, он не шлифованный? Он шлифованный, естественно, где-то тут должен быть. Я его найду, покажу сейчас. Скорее всего, вот он. Просто интересно сама, ага. Очень редкий экземпляр, это шлифованный, это массажный инструмент, он для таких целей. А вот это мой рабочий камень. Он скопочки, называйте его так, скопочки сзади. И он, даже поближе поставлю, он не шлифованный, не тромытый. Он как был кристалл такой, рос, так он не рос. В этом должна быть потрясающая энергетика, конечно, потому что по форме этого кристалла ведь вставили обелиски, монументы, да, вот тот же монумент Джорджа Вашингтона, вот он точно выглядит в форме этого кристалла. Какая символика в этом есть? Я туда работаю, я просто вот так тру, вот, и я не знаю почему-то так, это мое внутреннее ощущение, мне так сказало, делать вот так. Вот я тру, и вот с кем-то общаюсь, я как будто снимаю с него информацию. Если мы говорим о предмете, с которым я работаю, это не все искам, все, что я не делаю, сам придумываю, массажки, каких-то там других, которые мне удобны, и которые я чувствую, что они мне принесут некую пользу и мне, и человеку. Камней у меня очень много. В последнее время начал делать ножи. Я даже могу, когда-то у меня был нож, такой, из обсидиана. Ох, ох, красиво. Красиво. А для чего? Это не оружие ведь, правильно? Или это ритуальное оружие? Вы какое-то... Мне, как любителю холодного оружия, это особенно по сердцу, да. Лава. А, здорово, да. Эффект первое имеет... Чуть-чуть громче, Тодор, ближе к микрофону. Имеет эффект психологического действия, потому что необычность и красоты там и прочее, но он имеет еще и эффект полезного действия, потому что я с ним делаю массажи. Например, две основных, даже можно сказать, три движения. Одно из движений, вот поскольку он полукруглый, это по спине можно идти, или может идти тоже по полу. А еще он очень... Вот когда это делается вот по руке, по спине, вот это, нагревается все вот эти точки, нагревается... Продолжение, Михаил, я извиняюсь, Тодор, к вам подходит массажист с ножом. Что вы можете подумать при этом? Ну да, нет, он не видит. Он ему предварительно завязывает глаза, чтобы не пугал. Он идет на дом, вот так это делает, и она вся в восторге. Вот представьте себе, вот... Он снимает, очень хорошо снимает негатив, энергетику снимает. Но я еще дальше пошел. Долго, как говорится, не думал. Ну, начал, поскольку начал изучать камни, я понял, что есть некие камни, они имеют очень большую электропроводимость. Это такой камень, например, как шунги. И я начал делать ножи из шунги, да. Вот, например, вот такой нож. Он, с одной стороны, тоже ритуальный, как будто такого, но тоже можно делать массаж. Массаж можно делать ручкой. Вот это дело руками. Вот это хорошо, очень делает ручкой. Это частно, можно делать массаж. Она тут не острая все это. Тоже это можно вот снимать. Вот делает, снимает эстетические электричества. Вообще просто снимает с тела человека. Спине можно массажировать. Например, вот такой вид. Есть другой вид. Страшненький. Ой. Тоже похож на другого. Он тоже очень хорошо для спине, вот, пройтись по всем, как говорится, косточкам там, по всем жирком и все этим делом. Другой нож, например, он более, наверное, похож, более ритуальный. Такой, маленький, женский, нежный. Вот, для каких-то там, что-то там делают, снимают там, каких-то там стрессовые состояния, порчу может кто-то снимать, кто-то умеет. Люди заказывают. Другой нож интересный, сегодня придумали, он такой, как змея. Вот, он, сама, я вот хочу сказать, что нож, если даже возьмем, любой нож, даже возьмем, он начинается здесь толще, здесь тоньше, здесь толще, здесь тоньше. То есть, получается, он имеет такая эргономичная и такая, как сказать, энергетика в пространстве, как он виляет. То есть, он двигается, он легкий, он свободный. Ну, Дор, можно вопросы один? Я понимаю, что есть энергетика камня, я понимаю, что есть энергетика форм. Я понимаю, что это может, как бы, снимать и статическую, как бы, электричество с человека, и массировать, и все прочее. Но почему именно форма ножа? Почему именно форму ножа нужно придавать всему этому? Других форм... Это, наверное, он просто очень удобно. Очень удобно, прикасаясь к телу, проходить по всему телу и, как говорится, и использовать его многофункциональные вещи. Вот, и как для массажа, и как для всех вот этих делах. Просто идти по телу. Потому что ничего другого нет удобного, чтобы пройти более большую плоскость. А он кривой, он кривой и очень хорошо идет по плоскости тела. Тодор, наблюдая за битвой экстрасенсов, за экстрасенсами, я видел, как они используют вот такое ритуальное оружие для того, чтобы, ну, этих духов, что ли, вот каких-то там злых духов, они их там чуть ли не убивают, входя в этот мир, там, я не знаю, существование этих духов. Это действительно или это просто какой-то такой фиар-ход? Я духов не убивал, и я... Поэтому я никого не хочу пугать ни на земле, ни в пространстве, ни в пространстве, ни вообще там. Зачем? Надо жить со всеми в гармонии. Тодор, вопрос, не относящийся к ритуальным предметам, которые вы сейчас показываете, но на всякий случай о том могу забыть. У нас 28-го числа будет этого месяца, сентября месяца будет солнечное затмение. Скажите, это имеет какое-то значение на поведение людей, на так, как они, допустим, в какой-то депрессии могут находиться или нет? Люди делятся на два вида, которые вообще на Луну не смотрят, и они как жили, так и живут, и они даже не знают, что она им влияет. И те, которые смотрят на Луну, постоянно смотрят, и они ищут, как она им повлияет, и они ждут. Они более привязаны к какими-то аномальными явлениям, связанным с пространством. Они пытаются вникнуть и понять, что на меня Луна сегодня сделает. А если я не смотрю, то я не знаю, будет ли она мне влиять или не будет. Если у меня есть настроение, то она у меня будет. А почему тут Луна? Или мне его кто-то испортил? Да, Луна. Я прошу прощения, я, кстати, оговорился, это не солнечное, это лунное затмение 28-го числа. Но у нас одновременно будет совсем в это же примерно время еще полная Луна. То есть как-то вот такое сочетание и затмения, и полной Луны. Но это какой-то, наверное, будет иметь эффект, да? Естественно, в любом случае планеты влияют на человека. Но вопрос в том, что каждый человек имеет разное восприятие этих планет. Один более чувствительный, другой вообще не чувствительный к этому делу. Это как... чувствительность зависит от человека. А как сам человек может понять, чувствительен к этому или нет? Ну, погода меняется, болят его все косточки, когда он... Тогда да. А если на меня влияет вот погода, затмение и так далее, и так далее, могу ли я каким-то образом обратиться к вам, к примеру, для того, чтобы вы мне помогли? Ну... Или нет? Я, конечно, что могу помочь? Я могу помочь в том плане, если я разъясню человеку, что если высокое, например, солнечное извержение вот эти... Как это называется? Магнитные бури или... Нет, это не магнитные бури, это... Он высокое давление там или еще чего-то, с ним поговорить, не выходить на улицу и так далее, и так далее. Как-то немножко успокоит. Я больше ему ничем не могу помочь. То есть, к вам по этому поводу не обращаться? Ну, ко мне к каким только поводу не обращались, но, по крайней мере, я всегда стараюсь идти, исходя из человека, чтобы научить его, чтобы понимать сначала этот мир, а не ждать чуда. Чуда нету, чудо начинается там, где кончается знание. Это я всегда так говорю. Поэтому пытаюсь человеку объяснить, более-менее, что все равно, он сам, от него должно все это идти. Да. То есть, человек хозяин своей судьбы. Конечно. Ясно. Ну, хорошо, тогда продолжайте показывать нам свои ритуальные орудия. Например, обсидианчик маленький такой. Я думаю, он красивенький. Красивенький. А для чего? Тоже для массажа. Очень для массажа. Он массаж для рук может человек использовать для всего. Потому что это лава, стекло, оно очень хорошо впитывает тоже энергетику, снимает энергетику. Другой камень, это гранат. Камень-кранат, алмандин так называется. Он очень хорошо влияет, красный камень, на кровоносную систему. Вообще пробивает на 5 до 6 сантиметров глубину. Вот такой гранат. Если, скажем, его возьмем в виде палочки. Вот такой палочки можно по разным точкам нажимать по телу. Вот не то, что нажимать, я неправильно выразил. Просто делать вот какие-то движения. Оно нагревается и просто пробивает. 3, 4, 5. Иногда бывает, что тело пробивает, например, гранат. Вместо него можно еще использовать более другой камень. Интересно, это тоже нефрит. Нефрит, который массажирует. И рук могут массажировать, и так, и так. Массажирует разные точки шеи, или разные точки по спине, или где там какие-то болячки. Из нефрит я сделал вот такая штучка. Тоже из нефрит. Она специально, я ее придумал, потому что она хорошо держится. Она хорошо делает вот такими делами. Хорошо идет по телу, может идти больше, тут меньше. Потом это может вот так идти по телу, пойти по всеми делами. Очень хорошо она попадает здесь на мускулатуру, вот шейные, вот эти, где у людей получается очень много комочек, там еще вот это, например. Еще есть, я сделал из чараита, такая тоненькая штучка, тоже вот, как лопатка, тоже снимать вот это, такими этими делами. Это тоже похоже на, как ножа, но более короткое. То есть, Тодор, весь дизайн вы сами придумали, да? Да, сам придумал. Чтобы так удобнее было по-другой. Я честно говорю, такие вещи, они немножко, если бы человек покупал, она была бы дороговато для кого-то, потому что это чараит, такая тоненькая пластинка, такая здоровая. Он сам по себе дорогой материал. Но я не жалею сам, поскольку делаю, и это мне не так и дорого стоит. Ну, даже если по деньгам, такая пластина, без ничего, она стоит где-то 20 долларов. Пока ее делаешь, туда-сюда она, ну, знаешь, не то будет. Тоже, вот инструменты не дешевые. Тоже гранат сделал для определенных мест, скажем, на чакрах можно ставить разных камней, потому что пятник. Вот сделал еще другая, тоже из граната, но она очень мощная, здоровая. Она конкретно для шеи и конкретно для спины, потому что она удобная, и с ней очень хорошо можно работать. Штук меня просто конфисковали. Как мы у него делаем массаж, они просто у меня ее забирают. Очень хороший... А кто у вас забирает, спросите? Ну, кто? Зуна? У нас, друзья, хороший камень для массажа, вот такие галки делают из лабрадора. Лабрадора. Лабрадорит, да. Они очень хорошо тоже работают. Вот есть тоже какая-то другая массажка. Вот. Тоже она вот такая по точкам, по всеми этими делами. Я просто, извините, на секунду я перебью вас, Тодор. Я смотрю это уже как на предметы искусства, потому что там такой дизайн интересный, да. Что, кроме того, что это полезно как бы и для массажа, да. Это моё ноу-хау. Это гламурная палочка. Гламурная? Гламурная, розовая. Родонит вам. Как уже розовая. Розовая, гламурная. Она тут специально скошена, для того, чтобы можно не понять. Это со всех сторон у нас заглаженная. Она для рук. Она для рук. И вообще, очень такая огранка я ей делал. Мне там ребята, которые посмотрели, говорят, ты что, Тодор, изгоняйся, что ли? Кто тебе купит? Я говорю, не знаю, купит, не купит, но я делал, потому что она мне нравится. И она удобная в руках. И просто она красивая. Потому что если что-то делаешь, она должна быть красивой, в конце концов. Не просто так, палочка. Но всё, надо иметь какая-то приличную форму. Да, но хотелось бы, чтобы она ещё и помогала. Да, вот шунгит, просто обычный шунгит, палочка, массажная. Но поскольку я уже начал делать такие шунгитовые, другие, то есть кому что. Вот нож и шунгит. Что там у меня ещё интересно? А, вот хороший камень. Ну вот нитрит тоже такая. Есть и больше, есть и меньше. Это чёрный марион, кристалл. Он тоже бывает, очень хорошо работает на некоторые точки. Этот камень хризо, розохризолит. Так, я как-то не точно помню. Хризолит, да? Не, не, розохризолит. Это очень редкий камень. А. Я его оторвал у одного из каменщиков. Когда-то купил по старым деньгам, недёшево. Но он очень сильно влияет на... Я с ним его использую в сердечно-сосудистой системе. Через него я скачиваю информацию о сердце человека. На вот этом деле. А, Тодор, а вот такой камень, как корнеол? Вы знаете такой камень? Да, знаю. Да? Он... Ну, он действительно лечебный камень? Его надо нагревать, говорят, и после этого прикладывать к какому-то больному органу месту, и он будет работать хорошо. Ко мне приходила женщина, которой муж у него всю жизнь занимается камнями, делает шары, там, ещё чего-то, что-то. Я, она тоже камни видела, они один или два камня. Когда я её прошёлся камнями по её телу, она просто обалдела. Она говорит, не может быть. Я всю жизнь камни видел, а уже что такое происходит? То есть с человека происходит нечто невероятное, когда камни проходят по телу. Это какой-то балдею, что ли. Они просто с ума сходят от удовольствия. Когда просто камень. И самое интересное, человек говорит, нет, вот это камень, может быть это, а может быть это, а может быть это. И они начинают вот туда-сюда, но наконец каждый находит свой камень. Насколько я знаю классический буддизм, камни тоже являются носителями определённой души. Если я не прав, поправьте. Да, везде со мной сопутствует иконка Баба Ванга. Она как, типа, палец, не греши, синок. Да, особенно. Целеуказательное такое обозначение. Есть другие камни из горного кристаля, я их использую. Пять штук для полностью прокачивания энергии. Очищение пространства, да? Нет, нет, для энергетики человека прокачивания полностью. Димчатый кварц камень. Но в основном я белый. Самый хороший чистый камень для каких-то дел – это горный хрусталь. Вот, кстати, мы говорили в прошлой программе с Ярославом. Я упоминал о том, что в Бразилии, в этом госпитале Джануфгат, там происходят удивительные действительно вещи. Но дело в том, что само место, где находится вот этот госпиталь, духовный госпиталь, он находится под землёй, находится огромное, просто невероятное количество залежей вот этого горного хрусталя, которое само по себе является очищающим, да? То есть горный хрусталь – это просто камень, который лечит сам по себе. Я вам сейчас скажу, что горный хрусталь, если взять сейчас два разных камня, вот флюорит, например, флюориты, и они уже разные, нет два одинаковых камня. Вот два флюорита, один трёхцветный равномерно, а другой более зелёный, более вот это. Здесь кристалл с фантомом, внутри это видно, какая-то палочка что ли, вот как он так родился, я не знаю, внутри нечто в нём есть. Что есть, это интересно, редкостная такая штучка. Вот я же в прошлый раз, наверное, говорил, что можно делать, берётся два кристалла, аметис, ну где-то должен быть, аметис у меня, не знаю, все завёрнутые, сейчас посмотрю, но неважно, это тоже красивый длинчатый кварц, мы предположим, возьмём два кристалла, вот, тигровый глаз, это не кристалл, но форма кристалла сделает, да, его ругайский, возьмём, делает, прозрачный, горный хрустак, вот каждый из этих камней, когда вот такое движение делается в воде, в ванне, он издаёт звук, вот, это издаёт один звук, это издаёт другой звук, даже если возьмём другой горный хрустак, он всё равно будет издавать свой звук, то есть каждый камень имеет своя вибрация, частота, неважно, что он горный хрустак, но лучше должны быть разные, и когда в воде это делается, вода меняет, звук меняет её структуру, если человек скупается туда, то он просто получает хорошее, прекрасное настроение, потому что вода как живая становится, а это я делал, это я использую, вот, сейчас вот, что-то ещё у меня, а, тут страшная штучка, так она, не знаю, нашёл, какая-то, перепушка, атрибутики, ну, она так стоит, так, интересно, из этого тигрового глаза, просто для антуража, так она, я даже не знаю, она у меня так симпатична, но я с ней ничего не делаю. Тодор, можно походу задавать чисто журналистские вопросы? Вот один чисто журналистский вопрос, мы только что говорили как раз в предыдущей программе об обмене энергетики, то есть, что любой целитель забирает на себя определенную часть отрицательной энергии, поэтому, как бы, ему становится хуже, может быть, и он берёт на себя это всё. У камня есть усталость? То есть, вот, предположим, если есть массажный камень, и я, как бы, пользуюсь им на определенное количество времени, забирает он у человека отрицательную энергию, принимает, ну, наверное, в себя, или не принимает, или он что-то снимает просто физически. Бывает ли усталость такого предмета? Конечно, каждый камень, он забирает энергию человека, он как отдаёт, он так и забирает, поэтому их надо мыть, держать после каждого человека в воде, и чтобы с них ушло всё вот эта энергетика. Я хочу сказать о удивительном камне. Я каждый раз удивляюсь, камни открывают мне все новые и новые восприятия. Вот удивительный камень, это беломорит, так называемый лунный камень, он, то есть, под светом надо, он светится сбоку, есть, жалко, что у меня другой свет. Если вот взять этот камень, поставить на груди, вот, где солнечное впечатление, через 5 минут максимум, камень пропадает, то есть, как пропадает? Он исчезает, человек его не чувствует. Можно спокойно этот камень взять, убрать, поставить, человек абсолютно не будет чувствовать этого камня. С других камней я экспериментировал, с других камней чувствую, а этот камень не чувствует. Я говорю, что-нибудь на груди есть? Где? Он там. Нет. Уверены? Уверены. Снимаю, говорю, что это? Ой, камень. Кладу, что-нибудь положил его? Нет, не знаю. Богар will, руки. Он стоит, да, правда стоит. То есть, люди не чувствуют. Я не знаю, что он делает, не знаю, каким образом, но он теряет, как сказать, весь как будто теряет. То есть, человек должен почувствовать, то есть, человек его не чувствует абсолютно. Но он становится некий однородный человек. И самое интересное, с разными людьми я это пробовал. Я люблю экспериментировать. И он очень хорошо воздействует на солнечные испытания, на всего человека. Пользуюсь еще шарами. Люблю красных, более ярких, четких шаров. Это гранатит алмандин. А это более-менее чистый гранат. Вот такой уникальный камень, который имеет ауру вокруг себя. Там есть даже в интернете. Где-то на 5 сантиметров. Он редкий, потому что на нем есть аура. То есть две полоски на 5 сантиметров отсюда. Даже когда крутится, его видно. Я не знаю, здесь может быть будет видно. Вот это все. Нет, не видно будет. Видно, видно. Аура вокруг нее что-то идет? Нет, я не вижу. Да, так нужно определить. Но это мы же не обладающие, это вы обладающие. Да, я не знаю. Но это есть. Вот это есть. Они очень хорошо, как говорится, в пространстве вокруг себя гармонизируют. А камни, конечно, устают, они могут треснуть, они могут вообще испортиться. Я заметил, что неустойчивый камень, очень неустойчивый лабрадарит. Был у меня какое-то дело, делал массаж, потом смотрю, он весь потрескался. Он вообще стал. Никакой, просто. Мне пришлось его переделать, переполировать и все. А, Тодор, у меня к вам такой вопрос, походу, насчет лабрадарит. Мне было рекомендовано носить такой камень, который отводит напряжение, допустим, с головы. Ну, то есть, вот я такой человек, который постоянно что-то думает о чем-то. То есть, мой мозг как бы не отдыхает. То есть, все время какие-то там проекты и так далее, и так далее. Ну, вот, программы с Ярославом Беклемишевым, в частности. Вот, приходится думать. Скажите, лунный камень и лабрадарит, это правда он отводит напряжение с головы или нет? Человек надо, конечно, найти свой камень, проверить какой-то. Это вы сейчас духов отгоняли? Это бабочка прилетела. А, бабочка. Понятно. Да, так что? Я думаю, что человек, в первую очередь, надо проэкспериментировать, какой камень ему снимет напряжение. Но очень хорошо снимет напряжение, поскольку он статистическое электричество снимает, и он имеет высокую электропроводимость. А в человеке все это, волны, все это электричество мы связаны, да? Я думаю, что лучше всего снимет шунгит. Он самый дешевый, самый доступный и самый, как сказать, всасывающий быстро энергетику. Потому что я, когда есть нервозность у человека, он может взять просто кусочек шунгита, галочка примерно вот такая, покрутить, покрутить в руках, и все, напряжение, все вот эти жуткие состояния человека, они уйдут сюда, и все, он не будет, как сказать, уйдут сюда, помоет, и все, он успокоится. Поэтому он может спокойно себе отмассажировать вот щею или чего-нибудь, вот такое, и сразу это снимать. Попробуйте даже любой камень, кто-нибудь, чтобы вас погладил по спине, вы это почувствуете. Бывает даже не камень, если просто погладить, так и то хорошо. Тодор, у меня, Миша, извините, можно вопрос Тодору. Вы очень точные цифры называете, когда говорите о камнях, вот этот проникает там на 5 сантиметров, этот на 10 сантиметров. Откуда такая математика? Я все спрашиваю. Я каждого человека, каждого человека, это для меня новый человек, новый объект, новый эксперимент. И я постоянно спрашиваю, а это на сколько, что вы чувствуете, а это как, это как. И даже один раз я почувствовал, жалко, у меня тут нету с собой, не знаю, куда дел, хризопраз, камень. Я почувствовал вибрацию камня, когда человек говорит. Я просто удивился, то есть камень держишь, а он вибрирует в руках, то есть на тело стоит, и вибрация передается через камня. Это как так? А вот пробовал у других, нет, только это ее камень. То есть, и я постоянно то, что спрашиваю, и стараюсь человеком гармонизировать с природой, с камнями, какой камень ближе него. Потому что каждый камень имеет своя частота, своя вибрация, своя энергия. И человек должен подстроиться. И когда массажируешь, говорю, как этот камень, что это? Ой, это да, это хорошо. Ой, нет, 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 давай вот это, который был, он мне лучше. Человек сам говорит. И особенно, когда на некое больное место делаешь, там, точка какая-то, начиная спрашиваешь, и говорит, ой, пробило аж, аж вообще там для насквоз там бывает. А вот теперь главный пункт, самый главный пункт. Если есть камень, есть человек, и предположим, при этом нету Тодора, он может сам пользоваться этим камнем без вас? Всех учу, всех учу, что делают. И если они хотят, то у меня покупают камни. Но они потом все равно покупают камни, потому что до сих пор они говорят, что помогает и снимает давление, и помогает там. Просто не хочу сейчас. Вот это надо еще и учиться при этом. Видите, Ярослав, вот это и есть альтернативное целительство. Получается, нам как бы не надо идти и покупать таблетки, чтобы снизить давление, а нам всего лишь достаточно обратиться к Тодору, и он нам предложит камушек. И это будет и дешевле, и, наверное, эффективнее. Без побочных эффектов. Или там тут есть побочный эффект. Михаил, вы с цинизмом или нет? Нет, я вполне серьезно. Это альтернативное целительство. Вот понимаете, я получаю огромное удовольствие от того, что вижу последствия своего труда. Нет ни одного человека, которому не понравилось поглаживание камни. То есть я бы хотела увидеть этого человека, который... Ну, смотря какой камни... Если это не кирпич, не по голове, тогда... Погладить по голову кирпичом, это как-то не очень. Изучать, почему не понравилось. И поэтому я сразу вижу результат, что им нравится, что это. И я не боюсь этого. А то бывает, некоторые другие люди работают, что-то обещают, что-то нагадали. Что-то не нагадали, я сказал. Так нагадали, что обещали, что будет там еще чего-то, что... Я такие вещи не обещаю никому. Я делаю результат. И пришел, снимаем стрессовое состояние, начинаем работать. Дальше человек сам понимает. Как там пишут девушки. Я теперь понимаю, как я себя люблю. Все, спасибо. То есть у людей открываются новые понятия просто после общения, после использования камнем. То есть ощущение других человек начинает соприкасаться с природой. Энергия другая получает. Это пища. Я лично получаю удовольствие, когда работаю с камнем. Потому что из булыжника начинаешь что-то пилистрогать, пилистрогать. И что-то получается нечто необычное. Но практически так. Этот камень неизвестен. Не надо его... Это уже понятно. Так, этот камень неизвестен. Скоро он появится в коллекции у меня. Так мне было обещано. Да, Тодор? Да, он готов. Он готов. Готов, да, к чему-то готов. Посмотрим, готов ли я к этому. Ярослав, вам предоставляется право последнего вопроса Тодору. Потому что у нас скоро выходит в эфир. Не, правда, не интернет-портал, а радио. У нас выходит в эфир интернетовский эфир. Выходит целитель, корейский целитель Муджин Чой. Поэтому мы должны к этому успеть подготовиться. Я воспользуюсь этим правом. Потому что прозвучала опять-таки фраза. Я всегда цепляюсь за фразой, как истинный журналист. Прозвучала фраза о том, что девушка, которая камнем там себя промострировала и погладила, сказала, что она полюбила себя. Я имел, ну, как бы, контакт, в смысле, ну, просто обычный контакт, я имею в виду, в общении, да, с одной девушкой, которая практикует эзотерические знания. И она мне сказала так, Ярослав, ты сначала полюби себя, а потом ты полюбишь всех остальных. Это правда или нет? Или это какая-то профанация эгоизма? А вы до сих пор себя еще не полюбили? Да нет, как-то вот не сложилось с самим собой. Нет, да? Прости себя, и тебе простят. Во. Если себе не простить, кто тебя простит? Никто не простит. Поэтому надо с себя начать полюбить себя, простить себя, своего хорошего, своего любимого, начиная с тебя. Вот если как ты к себе относишься, так и к тебе будет относиться. Потому что по-другому не будет. Люди увидят, если человек себя уважает, и все, он тоже так будет повторять это. А если человек себя не любит, то его любить будет. Да, будь проще, и люди к тебе потянутся. По-моему, мы подвели черту теперь. Ясно. В общем, короче говоря, дорогие радиослушатели, нам всем надо полюбить себя. Надеюсь, с помощью Тодора Тодорова мы себя будем любить все больше и больше, и больше, и больше. Но для этого нам, конечно, надо, чтобы Тодор был у нас регулярно в эфире. Что, в общем-то, мы и предполагаем. И вот в следующий вторник мы будем с ним опять в эфире. Большое вам спасибо. Спасибо, Тодор. Спасибо, Ярослав. Спасибо, Тодор. Всего доброго, до встречи в эфире. Дорогие друзья, это с вами был интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс. До следующих встреч. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова